Ну что ребятушки, видимо NVIDIA подсмотрела на AMD, которые хотят забрать себе бюджетный сектор, потому что ни у кого его сейчас нету, и решили выпустить свою видеокарточку, о которой так долго молчали. Салютыпл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус один киркот, и естественно, по традиции, как всегда, глоток полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Вообще, намечаются очень любопытные тенденции по всем этим картам, скажем так, стартового и низкого уровня, потому что в самом начале почему-то никого это не интересовало, производить такие видеокарточки. Но это и понятно, потому что был бум майнинга, а чем дороже видеокарта, тем можно лучше на ней заработать. Сейчас же тенденция идет наоборот, теперь многие видеокарточки будут у нас бюджетными. Это видно и по видеокартам AMD, которые мы с вами обсуждали в прошлых видосах, и по RTX 3050, 3050 Ti, которые сейчас вот-вот-вот будет больше появляться информации, я в этом уверен. Плюс у нас есть видеокарточки от Intel Arc, а там в основном бюджетные стартовые сегменты, и даже китайцы делают видеокарты уже даже для геймерской индустрии. И все это мимолет наталкивает на те мысли, что неужели действительно эфир перейдет на пост, неужели действительно будет зимняя спечка, неужели действительно карты будут переполнять рынок. Но здесь немножко не состыковочка, потому что в таком бы случае бюджетки бы не реализовывали. Ну окей, от слов к делу. У RTX 3050 и 3050 Ti мы с вами слышали еще в январе 2021 года, то есть буквально уже практически год назад. И тогда Copay 7 Kimi выдал нам определенную информацию, что та же RTX 3050 Ti будет обладать графическим процессором GA106-150, а обычная 3050-107-350. На этом как бы все, дверцы с информацией о видеокарточке схлопнулись и отложились до октября. Но вот теперь пришло время, когда эта информация обновилась и будет обновляться дальше. Сейчас же во внутренних кругах Nvidia, чтобы вы понимали, карточку называют PG-190-SKU-70. И у нее как раз таки и должен быть графический процессор, который я вам сказал, 106-150. А это, ребятки, RTX 3050 Ti. Но по новым данным это уже не Ti, а обычная 3050. Следовательно, 3050 Ti должна быть еще мощнее. Более того, что заинтересует многих из вас, я думаю, заинтересовало по названию видоса, в RTX 3050 не Ti будет 8 гиг видеопамяти. Для, скажем так, входного сегмента рынка, даже если мы сравним с теми же, скажем так, еще напечатанными на бумажке пока, что RX 6500 XT и RX 6400, там от 2 до 4 гиг. У Intel Arc примерно такая же ситуация, по-моему, там до 8 гиг. А здесь сходу 3050, бюджетный стартовый сегмент, самая минимальная видеокарточка Ампер на 8 гиг. И в этот момент мне хочется кое-что сказать, потому что, когда мы говорили с вами за RTX 3050, 3050 Ti, который уже есть в ноутбуках, в которых там, по-моему, 4 гигабайта, если мне память не изменять, и я же вам говорил, что будет история, как с RTX 3060 или 3060 Ti, когда в ноуте, допустим, там 4 гига, а значит в десктопе будет 8 гигов, и это логично. Само собой, информация пока что в других источниках еще не подтверждена, но копает 7 имя, мы сколько раз приводили информацию с его данных, и не всегда подтверждались. Поэтому это очень-очень надежный источник. Как бы там ни было, RTX 3050 должна превосходить по производительности GTX 1660 Super. Она, конечно, не дотянет до новенькой, условно новенькой, RTX 2060 на 12 гигабайт, акцентируюсь не на 6, но вот что-то между этими. Так что, если мы с вами говорим даже за Родионы, то это явно будет не RX 6600, и уж тем более не 6600 XT, а вот, скорее всего, ближе к RX 6500 XT, которая тоже, да, пока что только на бумажке, и будет выходить вот в 22 году в первом или во втором квартале. И я уже не говорю о релизах видеокарт от Intel, Intel Arc A128, там тоже все любят бюджетные схемы. Короче, сейчас какая-то эра бумажных релизов видеокарт. Что важно нам понимать, все эти видеокарточки, которые выйдут раньше, которые позже от разных производителей или нет, они все нацелены на одну сегментарную цель. Это 1080p, то есть Full HD, для киберспортивных игр. Ну и говоря за RTX 3050, вы должны понимать, или я напоминаю, о том, что выйдет не только она, прогнозируются еще и 3080, 3090, 3070 в сети Айки. Я согласен с тем, что вопросов остается еще много, может быть даже больше, учитывая то, что меняются характеристики самих видеокарт, но их уже условно анонсировали скрытые источники, которые часто подтверждают информацию. Будем смотреть, что с этим получится, потому что нынче бюджетные видеокарты, они были бы очень-очень актуальны. Особенно на таком уровне, как RTX 3050. Во всяком случае, надо будет посмотреть еще, что будет по другим характеристикам. Потому что то, что предложила нам AMD Radeon RX 6500 XT 6400, ну это затычка, ну реально это затычка. Хотя, опять же, смотря у кого какие цели. Но мы с вами гоним за относительно адекватную индустрию геймера, чтобы хоть как-то комфортно можно было играть, а не просто играть. Так или иначе, ребятки, пишите свои комментарии, что вы обо всем этом думаете, либо же, учитывая, какие видеокарточки выходят, они все равно улетят в майнинг, либо же все-таки в индустрии что-то произойдет, и наконец-то будут и комфортные бюджетные видеокарты, и, собственно, нахлынут, наверное, и бэушные откуда-то, вы знаете откуда. Пишите свое мнение, а с вами был, как всегда, Хьюман, и, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok